Мы были на открытии, потряс реквим Верди. Реквим, казалось бы, такой достаточно печальный, особенно он был посвящен печальному событию. Тем не менее, была какая-то радость. Может быть, эта радость была с тем, что его дело продолжается. Фестиваль Дмитрия Хворостовского стартовал 16 октября. Дата символичная. В этот день великому баритону исполнилось бы 57 лет. В БКЗ звучит реквим Верди, самое известное заупокойное мессо в исполнении коллег Хворостовского по оперной сцене. Стивен Костелло, США, Анастасия Москвина, Белоруссия, Евгений Стравинский и Юлия Герцева. С ней Хворостовский в свое время выступал в Миланском театре Ла Скала. Концерт Хуана Диего Флореса был одним из самых ярких событий фестиваля. Его считают одним из лучших теноров современности. Большой концертный зал, полторы тысячи зрителей, не смолкающие аплодисменты. Зрители не отпускают перуанца, и на бис он исполняет латиноамериканские и испанские композиции под акустическую гитару. Четвертый день фестиваля стал днем композитора Сергея Рахманинова. Редко исполняемая пьеса «Скупой рыцарь» и «Олега» по мотивам Пушкина. На сцене лучшие оперные голоса мира и Красноярский симфонический оркестр. Дмитрий Хворостовский не раз исполнял партию Евгения Онегина. Программа фестиваля не смогла обойтись без этой постановки. Русская классика Чайковского прозвучала в исполнении театра «Астана-опера». Из Казахстана специально на фестиваль приехала самая многочисленная делегация. 250 человек, солисты, хор и оркестр. Евгения Онегина дважды показали в театре оперы и балета. Также оркестр театра «Астана-опера» выступил с большим концертом в БКЗ. Там прозвучала музыка современных композиторов Казахстана. Финальный концерт фестиваля запомнился великолепными голосами Анжелы Георгио и Сергея Леферкуса. Ари из опер «Пучини» «Верди» особенно впечатлила красноярскую публику исполнение композиции «Очи черные» от румынской оперной дивы. Первый фестиваль имени Великого Баритона собрал участников из США, Европы, Азии и Латинской Америки. Всего 13 стран. Оперы, спектакли, концерты, выставки посетили более 10 тысяч зрителей. Для Красноярска это новый мировой музыкальный уровень. И уже сейчас звездные артисты и музыканты бронируют даты, чтобы приехать на фестиваль в следующем году.